Всем привет, друзья! В этом видео мы с вами едем, точнее, плывем в порт Батангас из порта Порта Галера. В общем, порт. Вот какое название порта у нас? Откуда мы плывем? А? Не помню? Балатера. Балатера, точно. Мы плывем, друзья, из порта Балатера. Сегодня, наконец, мы это сделаем, потому что мы спешим-спешим. Завтра, говорят, уже начало тайфуна. Вот, мы должны успеть. Кстати, билеты 425 песо стоит обычный билет. Будет у нас отправление в 2 часа. И есть скорый, быстрый, быстрый такой ферри. Он у нас стоит 600, чем-то, 625 песо. Мы решили на самом дешевом, потому что денег у нас уже нет, друзья, но мы спешим. Мы должны обязательно добраться до нашего места, куда мы планируем. Твоя бак весна? Да. Давайте поменим, давайте поменим. Моя бак весна очень весна. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Димон, мне тут нравится то, что много закусочных. Они такие... Да, вот эти, которые простенькие, дешевенькие. Да, да, да. Календерии. Вот. В этом есть большой плюс. Ча. А, много календерий здесь. Да. Это почему-то они могут идти чуть-чуть. Да. Я чулак. Класс. Специальный рейс. Ребят, ну все, это, короче, Порто-Галера в любом случае. Просто разные районы. Здесь у нас два порта, но мы приехали к один из портов. Там у нас на Ботангас он тоже плывет, так что все нормально. Вот. Районы разные, но, в принципе, видите, что все одно и то же. Порто-Галера, Порто-Галера. Маленький, простой такой городок, в котором есть, в принципе, все, что необходимо для отдыха. Ну и, конечно, самое главное, море, море, без которого просто вообще это место было бы, наверное, неинтересным. Мы сейчас идем на пляж, потому что у нас еще есть достаточно времени для отдыха, где-то порядка двух часов. За это время должны немножко отдохнуть и еще покушать, и потом мы двигаемся уже в порт. Потом у нас полтора часа плавания, и мы, наконец, доберемся до Ботангаса. Самый главный вопрос, что мы будем делать в Ботангасе, вот это самый главный вопрос, на который нет ответа пока. Вообще, ни я не знаю ответа, ни Дима не знаю ответа. Но будем надеяться, что мы найдем решение. Какая жеlsка на Порто-Галеру, как ты думаешь, о том, что жизнь? Это смпл. Это смпл. Это смпл. Да, смпл. Читают, что-то, ах, ты любишь так passive-провинцев? Это гораздо понятнее, может быть, да? Да. Потому что жизнь в большой городе интересна, но темпорно интересна Но если вы хотите отдохнуть, если вы хотите отдохнуть, то лучше жить в Провинке И взять на декорацию за время Да, да, вы правы, не заниматься Мы можем видеть, мои дорогие друзья, мы можем видеть много private houses здесь И много пляжей Вот, мы надеемся, что мы выйдем на пляж Ну, в принципе, мы всегда выходим на пляж, куда бы мы не шли, мы все равно попадаем на пляж Да, у нас это как бы уже сегодня, на протяжении всей этой программы Нашего путешествия Так люди живут, местные, слушайте, вот живут нормально Вот, посмотрите, в каких домиках Все, в принципе, повторяется, как видите, вся обычная простая филиппинская жизнь А это я не знаю, что такое, Димон, что думаешь, что это такое? Что это за клетка? Это, как мы топливы Building permit Ну да, вот, кто-то прямо сделал от души такой заборчик странный А? Я думаю, там закрыто, Димон Да, пойдем Все, там пути нет Здесь свои Дорога показывает, есть такой недавно Угу, как обычно Прям близко кляже Всегда вот на Филиппинах такая вот фигня Google так карты показывают, что все хорошо А на самом деле-то дороги нет вообще Просто ее закрыли Да, ее закрыли, да Данные никто не обновляет Почему не обновляет? А зачем обновлять? Просто какой-то Вася Пупкин поставил забор Да, кто-то поставил забор и сказал, что так тоже нормально Да Мы найдем другой путь, ребята Мы идем уже по другому пути Похоже, через чей-то частный дом Но все равно выйдем на пляж Вот мы проходим, ребят, через чей-то частный дом Hello Это кальций Да, это кальций для маленьких таких Будущих баскетболистов филиппинских Вот А это, ну, это вот То, что увидите, то и есть Простая, понятная жизнь Вот Ну, а что говорить Мы выходили на пляж Это не совсем пляж Он не совсем для отдыха Я так понимаю, это пляж чисто для рыбаков Таких пляж очень много Они и в ковиды Вы, если помните, мы с вами ездили, изучали пляж ковиды Вот Ну, короче, вот мы сейчас с Димоном вышли И поняли, что Такого пляж-то нет Пляж Вот там что-то свободное И то непонятно, да? То есть это как бы бич, но это не бич, ребята Блатера бич Там порт, как понимаю, да? Мы сделали парковку для лодок Да, здесь, по сути, это обычная парковка для лодок Вот И Выход Ну, что есть, то есть Вот Одно мне радует, что Пляж, ну Как бы ввиду того, что песок здесь Ну, чуть-чуть почище, конечно А вот здесь ребята Отдыхают Проводят время Они тут просто живут Это понятно Это мы у них гости А вот они здесь Настоящие хозяева, ребят Да, да Простые и понятные дома Простая жизнь Лодки Пляж Да Что еще надо? Hello 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 How are you? Местные Вот так вот У нас Местные ребята Подошли к нам Вот Хотят познакомиться Пообщаться Мы Совсем не против Мы На позитиве Рады всех встречать Да Уже недалеко не первый раз Я вам говорил, что Местные ребята Они всегда подойдут Всегда пообщаются Всегда узнают Кто мы Откуда И зачем мы здесь Находимся Ну и конечно С нами сфотографироваться Всегда на позитиве Так что Ребята здесь родились И они конечно Им нравится До свидания Пока До свидания До свидания У меня Обратите внимание У кого-то Двухэтажный дом И он достаточно Нормальный дом Прям вообще Хороший Такой Это не просто Это Немного не просто Уаа Это выглядит О, извините Это выглядит Как Такая Сравнение Контраст вот такой вот постройка и вот такая постройка еще раз и такая постройка и вот такая но как бы ну как то так да но главное что все равно действительно местен скорее всего лишь у них один ответ мы здесь родились мы здесь живем и мы здесь развиваемся дальше на шаг ребята мы идем куда мы идем барбершоп нифига себе видел очень на лысо сразу до чё ты горю я в обре стригся 20 без 20 без нормальной стрижка вообще классная была прям нормально ну да конечно парикмахер был с такого нетрадиционно ориентации но это не ваш много приводит такой имитации на 21 ребята . подходим ребята кафешку если можно назвать кафешками кстати похож на кафешку наше меню что у нас тут микки антон бихон михи бихон еще не понимаю что то что это значит ребят а вот хотелок 75 поселок в принципе это нормально котелок это сосиска рис мы все-таки решили попробовать спеша в доме так называется все потому что тот парень который сидит кушать сейчас он опускал и принесли такую большую классную тарелку и они и она реально большая такая офигенная ну короче мы сейчас будем пробовать спеша в доме он стоит всего лишь 70 песо так что я надеюсь мы за 70 песо хорошо так ребята все кушают чай у нас водичку наливает не она она видео снимает димон ждешь ломи 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 да в общем ждем смотрим обратите внимание что у нас бесплатно добавляется то есть но обычно их больше конечно но и в этот раз нормально вот это у нас соевый соус хочу такое димон я вот из колеса а галик а это чеснок у нас ребята вот из-за из-за фиш соус а димон показывает кризис фэйс давай сравним его похож что-то похож ступни сут очень долго вывынтен верилов тайм рейди за свои чавриди дот ноу хаута спэнт хио тайм да твай и хая как тос окей ссоры ссоры джаси тыс не нам принесли но ребята просто огромная огромная просто огромнейшая порцию посмотрите это луми чего мог луми тоже вот это у кого сегодня будет праздник смотрится очень даже аппетитно вот такая вот у нас порция ребята это все за 70 песов посмотрите вот такая на по размеру я учу че им димона сын тул мухи по принципу летали ничего смотрите неплохо так смотрится такой большой супчик прямо ребят за 70 песов здоровеннейшим уровень и шишки это скажу это обычный можно еще двойной заказать посмотреть вот девчонки заказали они заказали большую и огромный вот он вообще там но для нас я думаю тоже с головой хватит короче давайте пробовать но смотрите ребят суп как бы обычный да но что такое почему он тянется я прям не знаю я думаю так и должно быть очень необычно но очень даже ребята вот это машина явно такой покатался вы бы покатались напишите комментарий к это видео супер вообще ребят мы в порту димон хотел напрямую через забор пойти нам агнам отказали да а мы на должны еще терминал фи платить или что мы должны заплатить а сколько нужно заплатить а тен песо терминал фи заплатили мы 10 песо опять сбор терминальный и идем дальше прошли контроль просветили наши вещи димон так хорошо напрямую тушу я прям вообще восхищаюсь твоим решением был гениально не почему-то гениально не оказалось простым и понятным но вернули вот на вот этой штуке ребят мы поедем с вами вот у нас красавец ребята мы на нем сегодня поплывем конечно напоминает на то на чем мы уже плыли но этот получше будет наверное вот заходим на борт корабля счастливы и довольны нас сейчас тюрт ведет все забрали наши билеты сказали можете идти наверх все но здесь уже хоть какие-то люди уже хоть хоть как-то хоть что-то напоминает о там люди люди слушай димон мы не одни это уже хорошо а только в прошлый раз дальнобойщиками только ехали больше никого не было вокруг и так ребят мы с вами решили посмотреть что же внутри корабля вот чем мы делаем взор чай на урок спору а здесь у нас ребята такой большой зал вот круто круто да здесь можно сидеть it's like big hole we can go yeah we can move to this place no problem yeah ok let's explore explore ok фига себе это че там такое 5 песу друзья 10 минут 5 песу если хотите смотреть на но по банке я собирается вправляться вот это же не знаю как они тут сидят почему у кого-то кровати а почему у кого-то их нет мы брали билеты ну почему-то да кто-то на кроватях а кто-то не на кровати короче цены на этом не меняется билеты для всех одинаковые вообще вот такой красивый вид обратите внимание вот наш корабль мы с вами двигаемся там нас еще вверху есть ребят вообще класс там еще четвертый этаж вообще мы на самую верхнюю спал так нам очень интересно это покажет рекорда кайфу да свобода свобода она выглядит именно так и еще гаузе я еще гаузе я еще гаузе я изгут в пище изгут фоуан да вот такой вид ребят вот на таком мы поплывем я очень надеюсь что не будет никакого шторма не будет ничего плохого и все что мы с вами увидим это только красивую природу море и конечно прекрасное настроение которое у нас будет обязательно протяжении всей поездки самом верху корабля на самой высоте а вот и ну что порта галера прощаемся с тобой и отправляемся в прекрасный город ботангас пор ботангас и что нас там ждет мы узнаем об этом немного позже через полтора часа потому что в наше плавание займет всего-то на все каких-то полтора часа и мы окажемся на следующем острове уже на острове лозон ребят сейчас посмотрели по карте вот это виднеется город это уже ботангас то есть по сути мы только отплыли и уже мы видим уже куда плыть ну как полтора часа нам плыть ну видимо потому что поэтому так короче в любом случае круто да не расстояние небольшое мы уже рядом вот ну и конечно можно полюбоваться видами димон нормально тебе как нормально еще посмотрите сами и вот уже там еще какой-то остров я не помню как он называется другой стороны там еще один остров и мы по прямой уже на лозон плывем лозон вообще рядышком получается путешествовать по филиппинам не так уж и сложно я бы сказал бы даже легко но главная проблема это то что нужны деньги и не бояться самое главное да наверное не бояться потому что отсутствие денег может быть как-то доряжается при помощи помощи кого кто-нибудь да поможет может чем-то ну да да но бояться действительно не нужно филиппинцы способны вас услышать может быть не все мы вчера и в этом убедились еще раз каждый день убеждаетесь ребят мы думали это моя клинична подобна но оказалась эта статуя эта статуя называется мать азели как-то так называется находится как видите она на горе очень красиво необычно к сожалению я не могу телефону передать все эти вот на самом деле эмоции как это действительно выглядит но то что я уже это вижу это уже на самом деле здорово ну что вот у нас ботанга спорт мы подъезжаем подплываем и сейчас нужно будет определяться дальше что делать дальше наша поездка подходит к концу друзья и краткий комментарий по данной поездке как раз вот в борт ботангас и спорта порту галера все очень легко и просто 425 песо стоит билет и в принципе очень комфортно где-то полтора часа времени и мы на месте ну что могу сказать подписывайтесь на канал впереди много интересного мы оставим на связи всем пока пока